Доступной среда для инвалидов в Иванове станет еще не скоро. В правительстве говорили о санаторно-курортном лечении этой категории граждан. И выяснили, что ни одна здравница в полной мере, к примеру, для колясочников, не приспособлена. Кроме того, те, кто едут туда по путевкам, оплаченным за счет средств фонда социального страхования, должного лечения не получают. Да экономическая выгода санаторию не приносят. Скорее, убытки. У нас в санатории вообще есть пациенты-колясочники, которые покупают путевки за свои личные средства. И когда они покупают путевки за свои личные средства, мы им сразу же начинаем объяснять, что мы можем предоставить, какие услуги и какие нет. И, как правило, вопросов у них не возникает. А когда пациент приезжает по путевке, полученной в рамках государственного контракта, то организация, заключившая такой контракт, должна предоставить санаторно-курортное лечение согласно утвержденного стандарта. В противном случае возникают жалобы и другие негативные последствия. Для того, чтобы приспособить санатории для инвалидов, нужны миллионы рублей. Специальные кровати, кушетки, подъемники и многое другое. Все это стоит дорого. И денег на это у здравниц нет. И желания, видимо, тоже. Если захотеть, то можно и кредит взять, и все, что угодно. Это же развивающиеся организации. Они же у вас не умирающие. Они полноценно существующие. Видите, у вас все битком забито. Людей у вас они не прозябают. И тут главное задаться целью. Поэтому пока мы такой политической воли не чувствуем со стороны учредителей наших санаторно-курортных учреждений. Руководители санаториев предлагают создать в области специально здоровительный центр для инвалидов, где будет все необходимое. Предложение комиссия не поддержала. Учреждения, где проходит реабилитация, в области есть. А вот восстановление, постреабилитационный период – это все-таки работа санаториев.